Всем привет! Продолжается тыквенный марафон и сегодня на ужин буду готовить манты мясные с тыквой. Сразу оговорюсь, что я не претендую на правильный рецепт приготовления. Готовлю сама, чтобы было быстро, вкусно и нравилось моей семье. Для начала приготовим тесто, чтобы оно потом отдыхало, а затем начнем заниматься начинкой. Что нужно для теста? Взять муку. Я использую вот такую муку. Называется резаночка. Хорошая мука, мне нравится. Я беру полкилограмма. Обязательно, конечно, я ее просеяла. И теплая вода. Воды сколько нужно взять? Смотрите сами, сколько вы хотите получить теста. Чем больше теста, соответственно, тем больше воды. Я взяла просто литр, а там я уже буду смотреть, сколько мне понадобится. Все. Делаю лунку. Высыпаю всю соль. Соль используется здесь для того, чтобы тесто не черствело и было эластичным. Я все делаю рукой. Вода должна быть теплой обязательно. И потихоньку замешиваем тесто. Никакими лопаточками, ложками, вилками замесить тесто невозможно, как вы это сделаете своей рукой. Тесто нужно чувствовать. Воды льете столько, сколько вам нужно тесто, чтобы оно потом не оставалось у вас. Чтобы его не выбрасывать. И аккуратно подмешивая муку, льете воду. Сейчас еще немножко. Я думаю, у меня уйдет сейчас пол-литра воды. Тесто вымешиваю только на столе. Поэтому подсеиваю муку. И выкладываю тесто на стол. И очень хорошо сейчас нужно будет его вымесить, чтобы оно стало упругим. Тесто практически готово. Я муку полностью вымешиваю, чтобы ее не было ни на столе, ни на самом тесте. И вот так получается вот такое тесто. Оно упругое, не липнет к рукам и по типу пружинки. Сейчас емкость слегка нужно будет облить маслом подсолнечным и положить, чтобы тесто отдыхало примерно на полчаса. А сейчас мы займемся начинкой. Пока тесто отдыхать, я займусь приготовлением начинки. Сегодня буду использовать мясо свинины. Любое мясо, какое бы оно ни было, на манты я всегда мелко режу. Это не фарш. Здесь примерно 700 грамм мяса. Затем, конечно же, тыква. Она мелко порезана. И примерно здесь 200 грамм. Лук. Я его беру примерно к мясу 2 к 1. То есть 2 части мяса, 1 часть лука. Тоже мелко нарезаю. Все, теперь все мы соединяем. И теперь аккуратно все перемешиваем. Абхазские приправы. Так, и добавлю еще свежемолотый черный перец. Немного. Начинку нужно очень хорошо перемешать. И получается вот такая красота. Все, у меня все готово. В начале видео я не сказала, что это видео будет снято, знаете, не по типу сухого рецепта, где сколько нужно взять граммах и все, да. Это видео я снимаю по большей части семейного, потому что такие вещи, как манты, пельмени, вареники, равиоли, но все, что угодно, это дело семейное. Вообще непростительно, что в семье, особенно где есть дети, лепкой занимается только один человек, допустим, это женщина или мужчина. Это дело коллективное, особенно если есть детки, это очень сильно сближает. Поэтому сегодня мы лепим всей семьей своей. Подготовкой я занимаюсь сама, а лепить уже будем сами. Вот когда я раскатываю, постоянно возится доска по столу. И для того, чтобы она была зафиксирована, кладем полотенчика. И все, смотрите, доска не двигается. Я раскатываю тесто. Отличное тесто получилось. Вот в такую колбаску. Я не использую стаканы для того, чтобы делать ровные лепешки. Я делаю все на глаз. Если тесто липнет, маленько получилось, можно руки смазать растительным маслом. Сейчас я возьму скалку и буду раскатывать. В идеале, когда катаете уже тесто, нужно добиться, чтобы посередине было потолще, а по краям было потоньше, чтобы края не были толстые, когда вы будете защипывать. То есть весь упор скалки делайте на... не на середину, а на края. Ну что ж, начинаем лепить. Каждый уже при теле. Ну что, давайте. Бери вот так. В фарш я добавила чуть-чуть воды, чтобы был посочнее. Ты будешь начинкой делать или так? С начинкой? Да. Начинка готова. Сейчас теперь покажу, как будем лепить. Смотри, Мируш, вот так защимку делай. Я так леплю. Много. У меня получаются вот такие. Вот таким образом. Укладываю сразу в емкость, в пароварку. Предварительно смазала дно растительным маслом. А ну-ка, давай я покажу. Подожди, подожди, я покажу. Нет, смотри, вот так вот лепил так. Так, отлично. Теперь вот эти краешки вот так залепливай. Так, отлично. Теперь здесь. Вот так. О, все, все. Вот так. Давай я покажу, какой у тебя получится. А по-другому же могут, да? Так. Это вот такой получился у Мирона. Красавчик. Сейчас ты без дела еще другой. Укладываем. Так, тебе еще дать? Сейчас. Держи лепешку. Раскатывай. Потоньше катай. А, ты теперь косичкой хочешь, да? Соберу сейчас его. А, вот так? Вот так и сделаю. Ну, поменьше. Давай я покажу. Еще один способ лепки. Вот такой. То что ты там делаешь? Катай. Давайте еще один сюда уложим и на вторую емкость будем укладывать. Я давай. Все сделаю, мам. Сделаю. Мама. Вот так вот собирать надо. Собирать. Вот так. А ты не косички. Не почему, я тебе помогаю. Вот, собрали, да? Все, давайте отрезаем, да? На. Да на, режь ножницы. На. Аккуратно так. Срежем. Давай, режь. Режь. Все, ура. Все, все, пальцы мне не порежь. Все, не надо больше интересоваться. Все, готово. На, маме пока. Вот, уже красиво. Первую партию я заложила. Делаю манты в пароварке. Очень прекрасно все получается. Выставляю на 40 минут. Включаю и все. Так, у меня осталось еще тесто. Тесто 4 кусочка. Я раскатала. Мясо закончилось. Поэтому просто очень тонко порезала тыкву кусочками. Добавляю по ложке сахара. И так же заворачиваю, как манты. Это для того, чтобы просто тесто не выбрасывать. Жалко. И вот тоже сейчас отправлю в пароварку. Будут такие сладкие манты. Ну вот, наша совместная работа готова. Манты получаются очень вкусные, нежные и сочные. На все предыдущие рецепты с тыквой я оставлю ссылки под этим видео. Заходите и смотрите. А я желаю вам всего хорошего и приятного аппетита. Заходите ко мне на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok